Практическая психология Да, и я, наверное, начну с того, что в этом плане дети не различаются на современных или несовременных. Это норма, это психологическая норма, и об этом должен знать любой взрослый. Три основных базовых потребности, которые всегда есть у детей. Это потребность в заботе и в любви, это потребность, чтобы слышали, принимали мнение, ну я так скажу прямо, да, понятным языком. И третья потребность, это называется самость. Я сам, то есть когда ребёнок начинает проявлять уже свою какую-то инициативу, самостоятельность. И вот эти потребности, они идут потом по жизни. Практически до 18-летнего возраста, если всё в норме развивается у ребёнка, потом это переходит уже в другие более там глобальные потребности, в духовное развитие и так далее. И всё, что мы делаем с детьми, вот мы должны об этом помнить. И я, наверное, сейчас ещё немножко забегу про физиологию, скажу, что ребёнок рождается у нас... Беспомощным очень. Давайте так скажем. У него абсолютно всё сформировано с точки зрения эмоционального фона. Чувство эмоций у него как у взрослого человека. То есть лимбическая система развита. Хорошо. А всё, что стерильно, это кора, вот кора, да, вот эти вот эти зоны, которые мы потом наполняем. Знания, умения, навыки, которые мы должны с вами... Да, мы сформируем. И ребёнок практически на протяжении всего взросления, он очень хорошо умеет запрашивать эти потребности эмоциями и чувствами. И здесь самое главное понимать, какую потребность ребёнок запрашивает, проявляя какую-либо эмоцию, чувство или какую-то там агрессивность и так далее. Там всегда под этим есть какая-то нереализованная потребность. А родители у новорожденного, в общем-то, не всегда готовы, бывают, да, к проявлениям вот этих эмоций и чувств своего, как им кажется, ещё не совсем окончательно сформированного ребёнка. Да, и сразу хочется сделать его послушным, идеальным совершенством, да, вот как взрослый человек. Вот я просто приведу пример, например, от 0 до 3 лет. Это мы сейчас говорим про возрастные нормы, да, а что вообще для здорового ребёнка является нормой? Абсолютно точно. Вот смотрите, норма для ребёнка до 3 лет. Проявлять недовольство, эмоциональную возбудимость, даже на преувеличенную, чрезмерную агрессивность, когда они начинают кого-то стукать, кидать игрушку. Кусать. Кусать, плаксивость, застревание на определённые эмоции, когда вот родители говорят, конючит и конючит, да, вот это слово наше, да. Вот, это норма. А здесь очень часто можно наблюдать, когда молодые родители начинают паниковать, бегут к психологам, просят взять ребёнка уже 2-х летнего возраста и говорят, вот он у нас там… Что-то с ним не так. Да. Он слишком часто плачет. Вот. Конючит. А здесь необходимо понимать, а что под этим, что родители ему не позволяли сделать. Возможно, мама берёт редкого на руки. Это телесное соприкосновение в этом возрасте, оно, ну, это прямо огромное значение имеет для ребёнка. То есть вот эта забота и любовь они принимают через тело дети в этом возрасте. Мало берёт на руки, соответственно, он будет конючить. Ему этого не хватает, он будет именно таким образом выпрашивать это. Вот это потребность заботы, любовь. А на втором месте, например, когда вот к 3-летнему возрасту ему важно что-то делать самому. То есть если мама говорит, не надо, я сама там, отстань. Некогда. Давай быстрее утром, да, быстрее. А у него кризис 3-х лет, где он «я сам». Вот это «я сам». Не реализуется, он будет, соответственно, проявлять эмоции. Это будет проявление того, что он это просит, что у него этого не хватает. Либо когда не учитывается мнение ребёнка. Знаете, вот есть такие там определенные категории девочек, которым уже важно, что на неё надевают утром в садик. И когда она начинает проявлять свою точку зрения, а она не учитывается, понятно, ребёнок уже начинает давать вот эту девиацию, да, отклонение в своём развитии. И именно сейчас говорю про развитие, не в поведении, а в развитии. Потому что какая-то потребность, если не реализуется, там всегда начинается отклонение в развитии. И всегда подавляется мотивационная сфера. Мы уже в этом возрасте ребёнку подавляем вообще любой вот этот вот стимул к мотивации. Хорошо, это вот пока мы сейчас-то были от ноля до трёх лет, да? Да, да. Дальше какая возрастная норма? Ну вот если говорить до семи лет, ещё до школьного возраста, у них считается нормой проявления негативизма, когда что-то не нравится. Бунта. Бунт, оппозиционность. Также формируются такие реакции, как страх, испуг и неумение следовать нормам и правилам социальным. Это нормально для ребёнка, он не знает, как это делать, как делать это правильно. Для родителей это опять повод для тревоги, для беспокойства. И они начинают навязывать, ладно, хорошо, если это навязывается, так они начинают наказывать ребёнка, если что-то не так. Ломать. Ломать. Когда ребёнок проявляет страх и спуг, они начинают паниковать, хотя это норма. Но если говорить про страх, опять же, какая потребность нереализована? Забудьте. В защите. В защите. Нет, рядом родители взрослого в какой-то момент, если ребёнок боится, не нужно говорить, нет, давай сам, ты мужик, у нас же любят иногда воспитывать мальчишек. Это реальная потребность в заботе и в любви. Ребёнок недополучает, и он будет проявлять это через эмоцию, страх и спуг, он будет в этом говорить. То же самое позиционность с негативизмом. Это либо мне не позволяет что-то делать самому, либо моё мнение не учитывается. А ещё немножко к страху можно вернуться. Ещё мы помним, у нас возрастные есть особенности у страхов, да, в 5 лет страх смерти. И, в принципе, лучше вот в этом возрасте правильно, грамотно прожить эту историю. Прожить грамотно и быть рядом с ребёнком. Да. И чем ребёнок больше проявляет этого страха, тем вот больше звоночек для родителей, что где-то они не додают ему заботу и любви. И опять же говорю, в этом возрасте для ребёнка важна любовь через тело. Это обнимашечки, целовашечки, это лишний раз посадить на колени, взять на руки, это абсолютно нормально. Не нужно говорить, что не бери ребёнка, не приучай к рукам. Прошли, мне кажется, прошли уже те времена, когда мы, знаете, читали книги, да, где нужно было считать и ждать, когда ребёнок покричится. Да, да, да. А потом прийти. Это абсолютно неправильно, это абсолютно идёт, ну, вот это точно идёт девиация, отклонение именно в развитии ребёнка. И вот мотивационная сфера начинает всё больше и больше подавляться. Проседать. Мотивационная сфера имеется в виду, когда ребёнок, когда у него синергия, то есть есть желание что-то достигать, и есть для этого энергия. В этот момент вот эта самая энергия, которая помогает двигаться, она подавляется. Плюс ко всему, вот смотрите, возраст такой очень креативный, да, это когда они хотят рисовать, они когда хотят петь в это время, танцевать. И когда, например, мама говорит, о, ужас, сейчас во что превратится кухня, там, да, и у ребёнка уже вот только что была энергия, он готов был разрисовать все стены, а после, о, ужас, или там, да, давайте чем-нибудь займёмся другим, уже подавленная, да, мотивация. Вот, энергии нет. Энергия подавляется, и всё, мотивация всегда самая главная энергия. Поддерживать этот огонь внутри ребёнка. Давай разрисуем стены, а потом ещё потолок и саму мебель. Да, я здесь ещё хочу сказать, что это называется, вот, у Петрановской, да, замечательный психолог, писатель, она очень много пишет сейчас про внутреннюю опору у ребёнка. Так вот, внутренняя опора всегда стремится извне, то есть, когда есть внешняя опора, когда ребёнок знает, что есть родитель, на которого, ну, взрослый, на которого можно опереться вот в этих потребностях, то есть, он легко реализовывает эти потребности благодаря внешней опоре взрослому. И тогда вот вектор направлен на себя. Есть внешняя опора, тогда формируется и внутренняя опора. То есть, никогда не сформируется внутренняя опора без внешней поддержки. Вот смотри, мы с тобой ещё об этом обязательно поговорим, это такая отдельная интересная тема, да. Давайте сейчас возрастные всё-таки закончим. Давай. А потом про внутреннюю и внешнюю опору, а это вообще правда. Хорошо. То, что хочется, чтобы наши слушатели прямо прочувствовали. Ну, вот, если говорить от 7 до 11 лет, это препубертатный возраст, и там формируются такие черты, как самооценка. Она будет неустойчивая в этот момент, и не надо паниковать и говорить, отправлять к психологу, и говорить, у ребёнка неустойчивая самооценка. Это нормально. Он себя ещё вот, вот он ещё не ребёнок, он ещё ребёнок, он ещё не взрослый, и он себя может оценивать только через пока взрослого человека, вот через эту внешнюю опору. Да, или же через своих уже там, как одноклассников, которые, да, социум, которые так или иначе, да, дают какую-то тоже ему обратную связь. Причём социум будет формироваться по образу и подобию внешней опоры. То есть вот если есть внешняя опора адекватная со стороны родителей, он такой же будет искать социальную опору в друзьях. Если там что-то не хватает и опоры нет, он будет искать, а бы кого, лишь бы только опора была. Это вот тоже, да, необходимо учитывать. То есть неуверенность в себе – это норма. Нарушение социального взаимодействия, коммуникация западает – это норма. Ну да, до 11 лет – это реально. Нет цепокации, целеустремлённости, не нужно здесь заниматься профориентированием. Вот в этом возрасте это вообще не тот взрослый. Или навязать какие-то задачи, которые ждать, и ждать, что он их осуществит. Вот, и, соответственно, к этому необходимо тоже относиться абсолютно адекватно. Вот именно в этом возрасте начинает формироваться такое, вот именно такая потребность больше всего реализуется, когда я сам. Что я и сам из себя представляю. И здесь очень огромное значение зависит от того, на что будет направлять родитель. Насколько он будет слышать своего ребёнка, в это время проявлять заботу и любовь, чтобы вот его вести. То есть ребёнок в этом возрасте, он как будто бы заблудился. Когда он уже взрослеет, и он как будто бы в лесу заблудился, и ему необходимо, что кто-то его взял за руку и вёл. Вот это очень важный возраст вообще для ребёнка, здесь необходимо. Да, но тут опять вёл, отталкиваясь от интересов ребёнка, а не от амбиций родителя. Потому что иди-ка, я тебя в хоккей отдам, а он там, блин, балетом хочет заниматься. Ну, мы сейчас поговорим, почему родители так себя ведут. Это тоже очень важный вопрос. И когда мы работаем с детьми, когда мы видим, что идёт отклонение в развитии, сейчас говорю, в личностном развитии, я всегда говорю, работать нужно с родителями в том числе. Там у родителей проблема такая же. Поэтому они, ну, вот мы сейчас тоже, я думаю, что вернёмся к этому. А дальнейшая норма, вот я буду сейчас говорить, что норма считается для подросткового возраста, 12 до 15 лет. Обидчивость – это норма. Неравновешенность, раздражительность – это норма. Всё, вот это я сам, я из себя что-то представляю. И отстаивание своих границ, оно начинается именно здесь. И к этому необходимо относиться адекватно. И с уважением к личности ребёнка. Что ты имеешь право найти эмоции, ты имеешь право себя таким образом проявлять. Имеешь право обижаться на маму, ты имеешь право обижаться на друзей. Да, и вот в это время мамы сейчас, да, потому что часто бывает там, как она вообще смеет так со мной разговаривать, да? Да, она не имеет права на меня обижаться, я же мама. Смена настроения в этом возрасте – это норма. И склонность к конфликтности, я сейчас не говорю ни драки, ни какие-то задиристые моменты. А именно вот когда ребёнок начинает говорить, не надо мне указывать, вот такая конфликтность. И поэтому здесь, в этой ситуации, очень важно тоже понимать, что это норма. Да, ты имеешь право отстаивать свою точку зрения. Это твоё право. Давай обсудим. То есть вот этот момент, вот эта опора, вот эта вот поддержка, она должна быть очень… Вот это называется с любовью подойти к ребенку, да? Ребёнок должен первую потребность в любви и заботе всегда чувствовать со стороны, вот рядом живущих взрослых, с кем он общается. Ну и последний возраст. Вот если, я сейчас просто хочу сказать, что если была эта внешняя опора, когда реализовывались все эти потребности, забота, я сам, моё мнение учитывается, тогда к 16-18 годам личность, ну, ребёнок достигает абсолютной личностной, ну, я не скажу сейчас зрелости, самодостаточности. И тогда будут проявляться такие черты, как самостоятельность, целеустремлённость, выдержка, решительность. Вот всё то, что мы ждём обычно от своих детей. Причём начиная с трёхлетнего возраста. Оказывается, это только ближе к 18, дай бог, сложилось. Да, вот. То есть, ну, опять же, при том условии, когда мы будем замечать, что идёт именно перегиб в развитии, когда... А перегиб развития, я повторяю, когда перегиб развития всегда тогда, когда идёт подавление каких-то проявлений эмоциональных ребёнка. Помним, что у ребёнка хорошо развита лимбическая система, эмоциональные у него эмоции и чувства в точности такие же, как у взрослых, и он имеет право на их проявление. Вот и всё. Отлично. Прямо очень ценная, полезная и нужная информация. Давай сейчас мы с тобой поговорим как раз вот про эти самые опоры. То есть, почему взрослый-то не может вдруг проявить вот эту взрослую позицию? Я обычно, когда начинаю работать с такими взрослыми, я всегда задаю вопрос. Вот вы растерялись, вы боитесь, что ребёнок начал себя так проявлять. А на какой возраст вы себя сейчас чувствуете, когда ребёнок себя так проявляет? И очень часто родители задумываются, говорят, ну да, мне вот самой сейчас, наверное, лет 8 или там 10. Это о чём говорит? О том, что родитель сам в каком-то возрасте не ощущал эту опору. Это такая неосознанная вещь. Он взрослый научился каким-то образом адаптироваться к жизни, как-то выживать. Ну, понятно, любой человек адаптируется по-своему. И когда у самого появляется ребёнок, он начинает в ребёнке в определённом возрасте искать опору. То есть получается как бы наоборот. То есть не он становится опорой для ребёнка, а он ждёт, что ребёнок станет для него опорой. То есть будет учиться хорошо, тогда я хорошая мама. Будет соответствовать всем... Нормам. Нормам. И моралям. Да, будет ходить вот этот хоккей, например, там, да, и будет известным каким-нибудь хоккеистами, тогда я буду, ну, прямо на его фоне замечательная там. То есть вместо того, чтобы стать опорой для ребёнка, он начинает переносить эту ответственность на ребёнка. И вот это самый важный, наверное, момент, когда мы говорим про мотивацию детей. Когда мы мотивируем ребёнка, мы чью потребность реализовываем? Свою? Свою. Да. Конечно же, своё. Или ребёнка. Вот этот момент очень важно прямо осознавать. Когда мы мотивируем ребёнка, как мы защищаем его основные базовые потребности в этот момент, какую поддержку, заботу, любовь мы в это время оказываем ему. Если мы вот прям понимаем, что я опора, я взрослый, и я веду своего ребёнка, и я слушаю то, что хочет он, тогда всё в норме. Если я жду, что он будет делать то, что хочу я, то, что жду от него я, то, что навешиваю на него я, тогда мотивации не будет никакой. Потому что ребёнку не потянуть такую функцию, как поддержка взрослых. Он не может. Он вообще по природе своей не может, да. У него не сформированы вот те, да. Он не зрелый ещё, да. И в это время ребёнок ломается. И в этот момент могут появляться такие отклонения, как в том числе… Ну, я просто сейчас скажу про себя, с кем я работаю, с подростками, да. Такие отклонения могут формироваться, как, например, суицидальное поведение, потому что ребёнок ломается. Уход в любое употребление. Ребёнок ломается. В зависимости. Да, в зависимости. Ну, в любую зависимость, тут неважно в какую, да. Значит… Какие ещё могут быть поведенческие изменения? Поведенческие изменения. Агрессивное поведение имеется в виду долинквентное, но я переведу сейчас преступное поведение, когда ребёнок начинает совершать абсолютно неадекватные поступки, которые приводят, ну, понятно, к уголовным статьям, к административной ответственности, да. Это вот как раз, когда ребёнок сломлен, и он таким образом пытается себя где-то, да, каким-то образом реализовать, хоть где-то, да, почувствовать вот это своё я. Вот, кстати, по суицидальному поведению очень часто, когда с детьми работаем, я думаю, Надежда, тоже, да, вы скажете, но я думаю, тоже сталкиваетесь с такими детьми, когда ей спрашиваешь, зачем ты себе режешь руки, они очень часто говорят, чтобы себя почувствовать. Потому что у них это, да, нет ощущения. Да, я чувствую боль, я понимаю, я живой. Они прямо говорят об этом подростке. Вот оно, чувство, которое было подавлено когда-то в детстве и на каком-то периоде вот этапе жизни. Поэтому здесь очень важно понимать, кто я со своим ребёнком, какую роль я играю и насколько я опора для ребёнка. Потому что если я опора, у ребёнка сформируется опора. Да, а тогда вот тут такой интересный тоже момент. Вот сейчас нас слушают взрослые и понимают, что они не являются опорой для ребёнка. Что, можно ли во взрослом, да, уже в возрасте, каким-то образом эту опору обретать? Конечно, конечно, можно. Здесь самое главное просто осознать, давайте так скажем, принять в том, что если у моего ребёнка проблемы, не бывает невроза детей, бывает невроза семьи. Семейная система. Семейная система работает. То есть я в первую очередь иду. Не я, не тащу ребёнка в психолога, конечно. Сделайте что-нибудь. Да, а я иду вместе с ребёнком. И понимаю, что эта проблема моя тоже. И даже не тоже, а скорее в первую очередь. Потому что ребёнок где-то начал, вот у него пошло вот это вот крен в развитии, личностном развитии, сейчас говорю, да. И это говорит о том, что я где-то не умею давать ему опору. Где-то, скорее всего, я начинаю перекладывать ответственность на него, что он будет меня поддерживать в чём-то. Соответствовать моей должности, соответствовать моим ожиданиям, соответствовать ожиданиям бабушки с дедушкой. Ну, там у нас много, да, система большая бывает. И вот здесь это очень важный момент. И родители должны просто уметь это признавать, а не убегать. Сколько раз я работала с ребятками-суицидниками, ну, процентов 80 родителей стараются от этой темы уйти, и говорят, что это не наша проблема. Вот, ребёнок, работаете, а у меня проблем нет. Да вот проблема-то как раз. Почему ребёнок у вас начинает пытаться почувствовать себя посредством любых суицидальных каких-то наклонностей? Давай попробуем сейчас на конкретных прямо примерах, да. Вот потребность в любви, вот по этим тём потребностям, да. Вот многие сейчас родители, может быть, нас слушают и даже не понимают. Ну, вот я ведь кормлю, я ведь там пою, у меня ребёнок одет. Что ему ещё-то надо? Ну, вот если говорить про детей, то мы можем, например, говорить... Таким образом, вот нам прямо пошагово, да, вот развивать эти... Закрывать вот эти потребности, да, чтобы ребёнок обретал вот эту внутреннюю опору. Ну, если говорить прямо совсем про младенцев, это, конечно, укачивание, это, конечно, держание в руках, это прижатие груди. Это моя любимая тема, это баюкивание. Я, да, я читала это. Простраиваем прям базовую потребность. Обязательно, это базовая потребность у ребёнка в телесном соприкосновении. Он может... вот он проявляет эмоции, и он может понимать, осознавать и чувствовать, что его потребность закрыта только через тело, потому что мы говорили, что кора головного мозга, навыки, умения, знания, они у него ещё не сформированы. Ему бесполезно говорить словами «я люблю тебя». Ну, да, и вот он любит, меня любит, потому что меня обнимает. Это вот потом обязательно будем говорить «я люблю тебя». Это потом, конечно, потому что это любое телесное соприкосновение сопровождается словами. Ребёнок потом усваивает, что вот эти слова связаны с тем, что меня защищает. Я обнимаю и говорю «я люблю тебя». Это одновременно с телом. Это примерно лет до трёх. Понятно, что после трёх лет тоже идёт телесное соприкосновение, но ребёнку важно, чтобы его держали за руку. Если мы куда-то идём, очень частая история, мама идёт впереди, ребёнок плетётся сзади, мама в телефоне, ребёнок идёт сзади и плачет. Видим такие истории на улицах. Ребёнку важна вот эта внешняя опора, он держит кого-то за руку. Когда ребёнок что-то рассказывает... И вот в такие моменты, когда папа начинает говорить, да, особенно сыновьям там, да, ну что ты за мамой, как телёнок идёшь там, да, за руку? Да. А ты же уже мужчина. Что-то за юбку хватает. Да, а ему это, для него это вообще жизненная потребность. Это основная потребность. То же самое, когда папа берёт ребёнка и садит себе на плечи. Это то же самое, это для него тоже опора. Я сейчас говорю про трёх, там, семилетний возраст, да, вот ещё дошкольный возраст. Если идём дальше, двигаемся дальше, ну, мы помним, там ещё есть две потребности основные, да, я сам и моё мнение, к моему мнению прислушиваются. Здесь самое главное, что если ребёнок просится на руки... Его надо брать. Его слушают. Моё мнение важно, его нужно брать. Ребёнок просто так. Некоторые говорят, он специально, он манипулирует. Слушайте, у него ещё не развиты навыки манипуляции в возрасте, там, до семи лет. Он ещё не знает, что такое манипуляция. Для него это потребность, ощутить, что его любят. Он может проситься на руки. Ещё один момент. Если ребёнок с вами разговаривает, либо поднимать его до уровня своих глаз, либо опускаться до уровня его глаз и держать в это время за руки. Демонстрируем мы, что я тебя уважаю как личность, да, я тебя вижу, слышу, мы наравне. Да, мы наравне. Вот это очень важный тоже момент. И если ребёнок просится на руки, а мама устала, такое бывает, да, вот мама идёт с загруженной сумками, ребёнок просится, вот в этот момент можно просто пересесть перед ребёнком, просто подержать его за руки и сказать, мне нужна твоя помощь, да, ну, давай так, я понесу сумочки, а ты будешь держать меня за сумочку. Ну, то есть пообщаться с ним на уровне глаз. Ребёнок это принимает. И принимает в тот момент, когда это своевременно, а не тогда, когда он уже весь уревелся, и там уже у него истерика началась. Понятно, что там уже это, ну... Не будет так ценно и важно для него. Всё, да. Я всегда родителям говорю, когда мама говорит, ну, я вот прямо доползаю до дома, я такая говорю, тогда вот просто ложитесь на пол, и всё равно, и он где-то около вас, да, но он доберёт всё то своё, что ему нужно ребёнку. Ну, если говорить про старше 7 лет, телесный контакт от 7 до 11 лет, телесный контакт тоже важен, но там какой важен? Например, ребёнок приходит домой и рассказывает про какие-то свои успехи. Неуспехи. Или неуспехи, что тоже может быть... Например, вот если не... Ну, давайте начнём с неуспеха. Если неуспех, в этот момент мама вот любое прикосновение, например, погладила по руке, что у тебя всё равно получится, погладила по голове, погладила по спине. Здесь поглаживание имеет огромное значение. Даже если... Поддержка. Поддержка. Конечно. Любое... Вот это опять же телесное соприкосновение. Причём, я сейчас говорю, когда про тело, это не значит, что я взяла ремень и начала пару ребёнок. Это говорят, тоже тело. Нет, это другое тело. То есть мы тут... Практически формируется у ребёнка страх отвержения, когда его начинают в это время пороть. Там вот эта вот потребность заботи и любви, оно переворачивается. Уходит. Здесь именно поглаживание по руке, по плечу, по спине, по голове. Вот 7 лет пришёл, говорит, мне не получилось. Меня там поставили, наверное, тройка. У меня там не медвежонок нарисован, да, какая-нибудь там, не знаю. Вот. Ну, понятно это, да? Если, говорит, старше 11 лет, там преобадривание, похлопывание. Если это девочка, это, конечно же, вот так, обнялись за плечи, да? Если это мальчишка, вот это преобадривающая, там, молодец. Я всегда верю. В тебя верю. Вот, пожалуйста, это подростковый возраст. И вот если всё это происходит, тогда, вот я уже говорила, в 16-18 лет ребёнок будет достигать уже вот этой вот своей самодостаточности, а то, что мы ждём от своих детей. То, за чего мы вообще хотим, а о чём мечтаем. Но при всём при этом не забываем, что если где-то мы вдруг проваливаемся, как родители, да, то мы себя не осуждаем и не ругаем, что мы делаем. Мы тоже ищем, опять-таки, какую-то внешнюю, значит, тогда опору. Внешнюю опору в специалистах, которые знают, как помочь, как быстро взрастить вот эту личность, ну, вот где мы провалились, да, взрастить тебя, обратно вернуться во взрослое состояние, чтобы мы могли быть адекватными, здоровыми родителями для своих детей. Угу. Что-то можете нам порекомендовать, что сами читаете сейчас? Я читаю Петра Носова. Петра Носова. Все её книги, которые выходят, слава Богу, у неё выходят много, и все книги, которые у неё вот сейчас пишутся, вот про это как раз внутренние опоры, там, внешние опоры, про отношения с детьми, мне очень нравится. Какие фильмы порекомендовали бы, может быть, посмотреть, что-то вам самой понравилось? Про фильмы мне сложнее сказать, потому что я, ну, не так часто смотрю телевизор вообще какие-то передачи. Ну, тогда я порекомендую, да, вот посмотрите фильм «Расправь крылья», да, как раз тоже про подростковый период, про то, как необходимо, там вот прямо показано, да, правда, это во Франции, но тем не менее, как могут родители поддержать, помочь им замотивировать ребёнка к совершению каких-то таких реально хороших успехов в его жизни. Необязательно посмотрите, да. Спасибо огромное. Что ж, мы с вами читаем книги, обращаемся к специалистам, смотрим очень много сейчас вообще такой популярной, хорошей, качественной информации в области психологии между родителями и детьми. Было бы желание, да? Правильно я так вот считаю. Мы сегодня говорили с Еленой Шаровой, руководителем медицинской службы Орловского специального учебно-воспитательного учреждения о том, как мотивировать детей и что же на самом деле хотят наши с вами дети и вообще в чём они нуждаются. Спасибо, Елена, большое за информацию. И до новых встреч. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, здоровья и счастья. До свидания.